И в этой обстановке в Тобольске поднимается здание возражения. Это, наверное, первое место, первый фонд, который общественный организм, который поднялся. В условиях такой стихии вдруг возникает такое инициативное движение, которое сейчас в общем-то общественное. Общественный фонд на вырождение Тобольска, по-прежнему, объекта красотов власть. Безусловно, Российская сообщественная института не могла не будет держаться. И вот эта вот самая красота, в которой мы сейчас находимся, надо мной спасал Николай Васильевич Федоров. И сюда пришли строители, и сюда пришли люди, которые умеют строить и возрождать. Точно так, строитель и человек, возрождающим нашу культуру и нашу архитектуру, является Аркадий Габарович. Мы поддержали эту инициативу и практически Аркадий Габарович сам выбирал, что будет действовать в том, а мы в этом случае ему помогаем. У него очень хороший проект, он привлекал самых талантливых ученых. Здесь пришло Владимир Габарович, пара левых ученых. Здесь привлечены были самые талантливые художники и художники. Василий Генщев, Валерьевская художник, самые талантливые издатели. Потому что, если вы посмотрите сейчас на эти книги, вы увидите, что на каждой этой книге отличается не похоже на другую. Но каждая из них – это красота, это совершенно удивительная, которая в каждой библиотеке, в которой мы собирались с вами, насколько помню, с детства, каждый мечтает об этой книге. Я бы только остановился еще на одном таком моменте. Аркадий Григорьевич перечислил тут местных от севильных изданий. И у меня издание Ивана Горстаневского. Сейчас мы выходим в свет. Завершена работа по острову Сахалин, Чехова. Мы издали «Атмос земли регулярных войск» 1868 года. Это казачьи войска. Удивительный документ, уникальный документ. И ряд других. Так вот, чем отличаются эти издания? Не только красотой, не только, так сказать, вот как в новом изделии в оборудовании исторических источников. Но еще это здесь были реализованы новые научные направления. В том числе такое направление, как оптико-электронная текстология. Которая помогла создать новый вид фоксимильного издания. Фоксимильное издание, в котором восстанавливаются, или вырезаются тексты, классики, отечественные ресурсы. И делают новые, позволяют новые, делают открытые наши ученые. Аркадий Павлович, я желаю, чтобы у вас не нрав в эту линию. У вас талантливые помощники. У вас замечательные подвижники в вашем обеспечительском совете. От нас, вам, от нас, библиотеки, вам поклон. Здоровый, крепкий, на внутренний. Спасибо. Ну, дорогие друзья, продолжаем. Много лет нас связывает дружба и сотрудничество результативное. С народным клубом «Русские басы». Сидоров Вячеслав Алексеевич. Мы ему вручим благодарственное наше послание. Валерий Анатольевич вручит. И после этого будет музыкальная пауза. Пожалуйста, Вячеслав Алексеевич. Ну и слово Вячеславу Алексеевичу. А мы немножко отдохнем вас. Ну, нельзя не сказать о таких делах, в которых Аркадий Анатольевич сыграл сильную роль. Ну, во-первых, организация «Тобольский» в Тюмени. В выставке мирового значения художника Сергея Бочарова, который был обладателем, то есть есть обладателем трех гран-при в Испании, во Франции и в Венеции. Является профессором Академии художеств итальянской и австрийской. Надо сказать, в таком качестве он представлял свои труды и был дан импульс беспрецедентный в течение двух лет прохождения этой выставки по девяти городам Сибири. Второе значительное явление – это организация первого в истории русской культуры и на сегодня единственного музыкального фестиваля великого табаляка, выдающегося композитора, участника Отечественной войны 1819 года Александра Алябова. И Аркадий Григорьевич содействовал выпуску компакт-диско из произведения «Рябе» у него 23 роботов и песни в исполнении нашего великого класса и артиста Александра Великого Великого Ведерникова. Мы даем тут маленький фрагмент музыкальный, учитывая предоставленное время. Он состоит из переложений с фортепиана и органа на баян, который сделал и исполнит Михаил Чернов, лауреат всероссийских конкурсов. Первый номер, учитывая торжественность мероприятия, это сокращенный вариант переложения «Пасакалия-Кетали». Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА